Друзья, рад представить вам новый пинпоинтер Nocta Accupoint. Именно об этом незаменимом гаджете для всех поисковиков пойдёт речь в этом амзоре. Я уже познакомился с этим пином, и сейчас вам расскажу во всех подробностях его характеристики, плюсы, минусы, и в конце дадим ему объективную оценку. Меня зовут Кирилл, и вы на канале у Деда Мити. Рассказываем простым языком о любимом хобби. Я начну, но вначале поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на наш канал. Это поможет его продвижению. Вообще, для компании Nocta 23-й год выдался очень сложным. Во-первых, это смена названия. Раньше это была Nocta Macro. Во-вторых, строительство и открытие нового завода. Это серьёзное развитие. В-третьих, сильнейшее землетрясение в Турции, которое не могло не повлиять на производство. У меня в руках лучший на данный момент пинпоинтер Nocta, модель Accupoint. И чем же он так хорош при его немалой стоимости? Вот всё, что сейчас есть из технологии в мире поисковой техники, турки всё засунули в этот ярко-жёлтый-чёрный корпус, который имеет хорошую влагозащиту с возможностью погружения на глубину до 3 метров. Мы так глубоко погрузиться, к сожалению, не сможем, но для наглядности у нас есть вот такая замечательная, симпатичная ваза. Корпус в целом выглядит стандартно, кроме того, что у него есть дисплей. И у него сразу интегрирован защитный колпачок. Одна кнопка управления, стандартное сужение в области обнаружения, линейка в сантиметрах и дюймах от носика до крышки. Область, за которой держим сам пинпоинтер, она из такого прорезиненного материала. И крышка с уплотнительным кольцом, под которой находится разъём USB Type-C и усилитель звука. Современные пинпоинтеры перестают уже быть простыми на первый взгляд. И все интересующие технологии находятся внутри. А именно, разъём USB Type-C служит для зарядки литий-полимерного аккумулятора. И от одной зарядки он может проработать примерно 25 часов. Что может повлиять, в принципе, на работу самого пинпоинтера? Во-первых, Nocta Accupoint имеет свойство различать металлы. Чёрные звучат вот так. А цветные сигналы вот так. Для чего это нужно? Да всё просто. Ваш металл-искатель может выдавать хороший цветной сигнал на ржавое железо. Это может быть, к примеру, гайка от трактора. Вообще идеальный пример. Сигнал будет звонкий, чёткий, цветной. А пинпоинтер при этом, при сближении с целью, уже достоверно покажет истинность этого сигнала. Где ещё может пригодиться дискриминация в пинпоинтере? Это чердачный поиск. И поиск в ограниченных пространствах. Не многие этим увлекаются, но там, на чердаках и заброшках, это будет незаменимым помощником. Однозначно и совершенно точным полезным будет на пляже и под водой. Не все металл-искатели могут правильно отстраиваться на пляжах, а с помощью окупоинта вы точно проверите. И то, насколько залегает цель, и узнаете, цветной сигнал или черный. Под водой, если нырять без системы хука, то дискриминация в пинпоинтере поможет не тратить драгоценное время во время задержки дыхания. Напомню, что погружать в пинпоинтер можно под воду до 3 метров на полчаса. Пригодится данный пин и на шурфе. Среди множества сигналов можно выцепить цветные и полезные цели. Примеров того, где ещё может пригодиться дискриминация в пинпоинтере, можно озвучить просто масса. А мы двигаемся дальше. К пинпоинтеру Nocta Accupoint можно подключить беспроводные Bluetooth-наушники. В данном случае речь идёт о наушниках Bluetooth и PTX. То есть родные наушники от Nocta Legend и Simplex Ultra в идеале подойдут. А насчёт других надо уточнять и проверять. Потому что с обычным Bluetooth будет большая задержка сигнала в наушниках. Старые наушники Nocta Macro не подойдут. Кто-то задаст вопросом, зачем вообще подключать наушники к пинпоинтеру. К примеру, вы работаете в шумном месте, на поле, где сильный ветер, или на пляже, где шумят волны. Вы сами почувствуете разницу в том, как слышны сигналы, и как их удобно различать, когда включена дискриминация. Теперь к самому интересному. Посмотрим, что отображается на экране, и что можно настроить в самом пинпоинтере. Что лично нравится мне, на экране всё очень информативно. Показан уровень чувствительности, режим поиска, заряд батареи. И если подключены Bluetooth-наушники, то об этом тоже будет соответствующая индикация. Как им управлять? Чтобы получить доступ к настройкам, нажмите и удерживайте кнопку включения и выключения и настройки. Естественно, пин должен быть включен, и ждём, пока индикатор не достигнет значка настроек. Отпускаем кнопку, и когда наведёте курсор на значок настроек, и услышите один звуковой сигнал. Если просто нажимать кнопку, то вы будете просто листать минимум. А чтобы получить доступ к настройкам, нужно зажать кнопку на 2 секунды на выбранном пункте. Точно так же, краткими нажатиями кнопки, вы будете регулировать настройки. Первая настройка — это чувствительность. В ней 9 уровней. И из завода выставлен уровень 7. Следующая настройка — звук и вибро. Можно выбрать схему звук плюс вибро, только звук и только вибро. Важно, что если у вас стоит только вибро-отклик, то в наушниках нельзя будет услышать сигналы пинпоинтера. Следующий пункт меню, самый интересный, как по мне, — это режимы поиска и дискриминации. В данном пункте можно выбрать, чтобы пин реагировал на все металлы, отсекал железо и выдавал сигналы только на цветные цели. Это полезно будет на пляже. В режиме дискриминации, когда окупоинт впервые обнаруживает металл, он издаёт одинаковый звуковой сигнал для всех металлов, вне зависимости от того, железо это или цветной металл. По мере приближения к цели, когда он начинает различать, он продолжает издавать тот же тон, если металл цветной. А если металл чёрный, он будет выдавать прерывистый сигнал. Если вибрация включена, рисунок вибрации будет соответствовать звуковому отключу. Давайте подключим Bluetooth наушники. Важно, чтобы, если другие устройства уже были сопряжены с этими наушниками, то на этих устройствах нужно выключить Bluetooth. Теперь включаем наушники, включаем пинпоинтер и в нём включаем Bluetooth. И ждём, пока они подключатся. Ещё можно выбрать схему работы таким образом, что вы будете слышать сигналы пинпоинтера и в наушниках, и из динамика пинпоинтера. Есть замечательная функция сдвигать частоты, чтобы ваш пин не мешал вашему металлоискателю или другие приборы на него не заводились от электропомех. Сам окупоинт работает на частоте 20 кГц, при этом есть три частотных канала, на которых происходит отстройка последовательным перебором. В настройках ещё можно включить или выключить фонарик. Но вообще без особой надобности лучше этого не делать. И чтобы лишний раз не оказаться с высаженным аккумулятором, подумайте, нужен ли вам сейчас этот фонарик. В следующих настройках можно отрегулировать громкость пинпоинтера, яркость подсветки, которая отключится автоматически, если на кнопку не нажимать более 20 секунд, и сбросить окупоинт до заводских настройок. Дополнительно в NoctaOcuPoint есть сигналы о потере устройства. Если пин не трогать 5 минут, то он начнёт издавать громкие звуковые сигналы и моргать светодиодом до тех пор, пока вы не нажмёте кнопку или не высадится аккумулятор. Первый уровень чувствительности, дискриминация включена. Первая цель – чешуя Михаила Фёдоровича. Ну, прям в упор. На ребре. Вот первый уровень чувствительности, он... Ну, чешуйка у нас, конечно, небольшая, но тем не менее. 5 копеек СССР. 1,2-1,3 сантиметра. Вот на ребре, если вот так вот будет лежать. Ну, первый уровень чувствительности. Тут много нельзя просить. 2 копейки. В период управления Николая II. 1 сантиметр. 5 копейек Екатерины II. 2 сантиметра. Следующий уровень чувствительности, который мы будем проверять, это будет третий уровень. Итак, первая цель – чешуя Михаила Фёдоровича. 1 сантиметр. Ну, по сравнению с первым, уровень чувствительности гораздо лучше. 5 копейек СССР. 2,9. 2 копейки Николая II. 2. 2,3 сантиметра. 5 копейек Екатерины II. В простонародье Каськин Питак. 3,5 сантиметра. 7-й уровень чувствительности и чешуя Михаила Фёдоровича. 3,6 сантиметра. 3,6 сантиметра, как я наблюдаю. 5 копейек СССР. 6,6. 2 копейки Николая II. Ну-ка, посмотрим. На 6 сантиметрах он уже начинает ловить. 5,6 сантиметра. Примерно вот так будет. 5 копейек Екатерины II. 8 сантиметров уже начинает. 7,8-7,7 сантиметра. Давайте самое интересное. Чувствительность в красную зону. Остальные настройки трогать не будем. Итак, первая цель. Чешуя Михаила Фёдоровича. 4,5 сантиметра. Он уже при начинает. Уверенный сигнал уже на 4 сантиметрах. 9 уровень чувствительности сразу чувствуется. 5 копейек СССР. 8 сантиметров. Очередная наша цель. 2 копейки Николая II. 7,5 сантиметров. 7,4-7,5 сантиметров. И 5 копейек Екатерины II. 9 сантиметров. Прямо уверенно. Ну, 9,5 сантиметров это у нас фактический рекорд. Давайте теперь посмотрим, как Акупоинт видит цепочку. У нас седьмой уровень чувствительности. Как вы видите, цепочка где-то примерно полтора миллиметра толщиной. И он её... Кроме замочка, он её не видит. Как будто он увидел железо. На мой взгляд, но Акупоинт получился трендовым и технологичным. Если можно так сказать. С достойным ценником. Тут нужно понимать, что данный пин разрабатывался не как прибор начального класса. И как простая пеликулка. А как устройство для профессионалов. Если кто-то в комментариях напишет, мол, за эти деньги дорого, я с ним не соглашусь. Ведь давайте посмотрим, сколько стоят подобные устройства. Пинпоинты раздискриминации. В среднем так же. Поэтому купить и оценить по достоинству Noctuck Point можно по ссылке в описании. Там же будет специальный промокод. У меня на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем удачных поисков и до новых встреч.